В Тюмени продолжается благоустройство дворов. 41 площадку уже привели в порядок. В процесс были вовлечены все и жители домов, и депутаты, и сотрудники администрации, но недовольные всегда найдутся. В чем причина, разбиралась Екатерина Каличенко. Это горка и песочница. Единственное развлечение для детворы со Ставропольской 11А. Мамочки уже долгое время обходят свой двор стороной. Проблема с детской площадкой назрела давно. Я ждала площадку для старшего сына. Ему уже 12 лет. Площадки так и нет. И младшему уже 3 года. Все-таки мы надеемся, что она когда-то будет. Жалобы властям пишут уже 6 лет, но пока дело так и не сдвинулось с места. Мы обращались во все возможные инстанции. То есть начиная от сайта «Тюмень наш дом», заканчивая тем, что мы писали президенту Российской Федерации. Но каждый ответ скопирован с предыдущего. В том, что у нас все в порядке, по ранжированию мы пока не подходим. В Тюмени раз в 3 года определяют, какие дворы пора ремонтировать. Последнее заседание было в прошлом году. Только в Калининском округе в 2016 по программе благоустроили больше 10 территорий. Дом на Ставропольска не попал по объективным причинам. Если брать конкретно Ставропольскую 11А, то на период ранжирования у них была задолженность от 5 до 10%. То есть это тоже как бы повлияло в отрицательную сторону. По остальным показателям могу сказать, что у них практически все максимальные, за исключением малых архитектурных форм, они есть. Но требуют замены, требуют ремонта. Чтобы попасть в список, в следующий раз жителям необходимо устранить недочеты. В частности, отремонтировать внутридомовые теплосети за счет коммунальных сборов. Тогда двор полностью благоустроят за средства бюджета. Если выравнивать территорию можно только летом, то вот горки и лабиринты ставь хоть сейчас. Кстати, решить эту проблему жители дома могут самостоятельно. Вопрос этой детской площадки может решиться быстро. Жителям необходимо потратить деньги, которые они ежемесячно собирают на содержание общего имущества, на покупку качелей и каруселей. Такое решение они могут принять на общем собрании. И тогда, условно, уже завтра, жизнь детской площадки заиграет по-новому. Екатерина Кальченко, Максим Плюхин, Владимир Кондратьев. Тюменское время.